Бэкс Уолл-Стрит Это формовочный материал. Когда вы его уплотняете, он может удерживать отпечаток любой скульптуры. Бык был сделан точно так же, из такого же материала. Здесь, конечно, сейчас другая скульптура, но и быка мы делали также в таком железном ящике. Берем песок, укладываем его вокруг скульптуры, получаем оттиск, заливаем в форму бронзу и получаем репродукцию. Атакующий бык состоял из 32 частей. Когда в мастерской начали сваривать детали вместе, заметили недостачу. В результате вышел единорог. Когда мы его собирали, не смогли найти один кусок. Пришлось сделать еще один рог. Мы закончили скульптуру, а потом позже нашли недостающий кусок. И с тех пор он лежит здесь. Это рог от первого слепка быка. Этому рогу, наверное, повезло. Лежит себе спокойно под старой покрышкой. Его не тянут и не полируют ежедневно тысячи рук туристов. Впрочем, это не единственное загадочное изделие, которое не увидит широкая публика. Билл предлагает взглянуть на свое свежайшее произведение – бюст Михаила Горбачева. Генеральный секретарь КПСС изображен в расцвете сил, наверное, в момент, когда занял пост президента СССР. Имя заказчика Билл не разглашает. На полке в бруклинской мастерской модель еще одного знаменитого в США монумента. Памятник американским морпехам, водружающим флаг над островом Ивадзима во время Второй мировой. Он установлен в Вашингтоне. Это самый большой монумент из литой бронзы в США. Впрочем, и бык, хоть и не такой монументальный, весит все же больше трех тонн. Погрузить, перевезти и установить бронзового зверя в Нижний Манхэттен – это была серьезная инженерная операция. А забытый третий рог и поныне лежит в углу скромного цеха в Бруклине, на улице с таким экзотическим названием – Индия. Но это уже другая история и другой секрет большого города.